Мусор есть, а оплаты нет. Судебные приставы постучались в квартиры должников, тех, кто не платит за вывоз отходов. Сегодня в Сочи пальмам сделали уколы. Это новый метод борьбы с вредителями долгоносиком и мотыльком. В Сочи проходит операция джиппинг. К проверкам автомобилей подключился Ространснадзор. Бесплатно на борт круизного лайнера в Сочи к юбилею порта приурочен морской фестиваль. Фонд микрофинансирования Краснодарского края увеличился на 500 миллионов рублей и составляет более полутора миллиардов. Теперь он стал первым в стране по объему средств. Об этом журналистам рассказал глава Кубани Вениамин Кондратьев. Благодаря фонду микрофинансирования предприниматели могут вести бизнес на максимально комфортных условиях. Ставки от 1 до 6 процентов не предлагает ни одна финансовая компания. Востребованность такой формы поддержки сегодня колоссальная. Только с 2015 года предприниматели получили более 2,6 миллиарда рублей. Это около 2000 займов. В этом году под минимальные проценты планируем выдать более 1 миллиарда рублей. Фонд позволяет решать сразу ряд задач, обозначенных нацпроектом по развитию малого и среднего бизнеса. Прежде всего, влияет на вовлечение в сферу малого и среднего предпринимательства жителей края. В рамках профильного национального проекта региону предстоит увеличить численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса почти на 40 процентов, а объемы займов, выдаваемых краевым фондом микрофинансирования, должны достигнуть порядка 4 миллиардов рублей. Без формального подхода. Прокуратура Кубани порекомендовала чиновникам, надзорным органам и силовым структурам улучшить работу с обращениями граждан. Этот вопрос сегодня стал главным на заседании коллегии краевой прокуратуры. Участие в совещании также принял губернатор региона. Более 7 тысяч раз представители краевой и муниципальной власти выезжали на места по обращениям кубанцев в этом году. Такую цифру сегодня озвучили на заседании коллегии прокуратуры, которое провел Сергей Табельский. Участие в совещании принял глава региона Вениамин Кондратьев и спикер краевого заксобрания Юрий Бурлачко. Только за первое полугодие 2019 в прокуратуру Кубани поступило более 100 тысяч жалоб от жителей края. В основном люди говорят о нерасторопности органов власти. Обращения граждан в различных ведомствах либо долго рассматривают, либо дело заканчивается формальной отпиской. Нарушаются установленные законом сроки рассмотрения. Обращения не всегда даются письменные ответы. На них распространена практика направления граждан формальных отписок. По постановлению прокуроров за такие нарушения только к административной ответственности было привлечено на 677 должностных лиц. Не просто дать ему ответ и снять с контроля это обращение, что ответили, а насколько мы на самом деле смогли помочь обратившимся. Вот это должен быть показатель, а не вот эта отчетность, что у нас вот там процентном соотношении практически 90 процентов, 95 мы отвечаем. Это же всего лишь бумага на бумагу. Но если мы отвечаем бумагой, то там крик порой, крик о помощи. Поэтому, коллеги, призываю не просто ответить, а ответить действенно. Так, чтобы обратившийся получил утворение, либо решение проблемы, с которой он обратился. Вот что сегодня важно. Решение проблемы. Во время выступления на коллегии краевой прокуратуры Вениамин Кондратьев потребовал от своих заместителей наладить в администрации региона обратную связь с людьми, которые направляют туда личные сообщения. Они, по сути, являются индикатором состоянии общества и показывают, что реально волнует жителей края. Всегда у любого действия, с которым мы сталкиваемся, есть предпосылки. Предпосылки здесь намного важнее. Давайте работать на предупреждение, в том числе, жалоб и тех негативных явлений, которые в обществе появляются. Возьмите сегодня на контроль по прокуратуре края. Посмотрите, где сходится у вас информация по этим отпискам. Для начала обвивите замечания тем, кто просто-напросто футболит жителей. Вроде бы в крае у нас и проводятся приемы, и выезды, и с гражданами работаем. Но, как показала проверка, еще далеко все от идеала. Далеко от того уровня, который мы с вами должны обеспечить. Много были нарушений в работе и федеральных органов власти, органов госласти, края, муниципалитета и в работе прокуратур. Необходимо более жестко подходить к тем фактам, когда у нас волокитится рассмотрение обращений. Когда их футболят, когда не спрашивают, не вникают и не желают помогать нашим гражданам. Такого быть не должно. Вопросы, которые чаще всего задают жители Кубани, должны становиться темами профильных совещаний, обратил внимание собравшихся глава региона. Подобный подход внедряют и в законодательном собрании края. Нам ни в коем случае нельзя сегодня отказаться от этого индикатора под названием обращения и жалобы граждан. Именно индикатор, коллеги. Вместо того, чтобы футболить, либо блокировать, либо просто снимать с контроля жалобы, вы их обобщите. Обобщите. И предметом ваших совещаний должны стать те повестки, которые набирают максимальное количество. Именно то, о чем говорят люди, жители. Чтобы максимально быстро реагировать на то, что может потом, как я уже говорил, превратиться в очень серьезную проблему. Вовремя. Знаете, в народе, как говорят, вовремя оплоднятая вещь не считается упавшей. Вот вовремя поднимайте проблему, тогда проблемы не будет. Сегодня наше общество заинтересовано в структурном, в конструктивном диалоге власти и граждан. Работа с обращениями одна из значимых форм такого диалога. И нам необходимо совершенствовать эти процессы. Много вопросов прокуратуры было и к работе Управления судебных приставов и трудовой инспекции. Руководитель последний, по словам Сергея Табельского, не стремится общаться с заявителями. И подобных случаев немало по всему региону. Количество рассмотренных прокурорами жалоб ежегодно возрастает. За два прошедших и иссякших период этого года в органы прокуратуры поступило более 500 тысяч обращений. 30 тысяч из них были признаны обоснованными. Это означает только то, что наши граждане не удовлетворены работой государственных органов, муниципалитетов, которые обязаны были решать поставленные в обращениях вопросы и решать проблемы возникшие. Если опираться на статистику в Краснодарском крае, сегодня положительно решается четверть всех обращений граждан. Естественно, не все жалобы людей можно считать обоснованными. Однако искоренять формализм в работе чиновников с людьми еще придется. Более 450 кубанских организаций аптек уже зарегистрировались в системе мониторинга лекарств. Уже с 1 января 2020 года такой механизм станет обязательным для всех государственных и частных учреждений. А вот как внедряется федеральная программа в Краснодарском крае, обсудили сегодня на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Провел встречу вице-губернатор Василий Швец. Это должно позволить отследить и убрать из оборота фальшивые лекарства, контролировать их продажи, производство. Экспериментально эту процедуру уже более двух лет запустили, она есть. Но для функционирования этой системы все аптеки и все учреждения, где продаются и выдаются лекарства, они должны быть обеспечены соответствующим оборудованием. Такая система позволит полностью следить движение каждой упаковки любого препарата по всей цепочке – от производителя до потребителя. Также программа исключит поставки повторных партий лекарств и вброса контрафакта. Уже со следующего года всем участникам фармацевтического рынка надо зарегистрироваться. Пока активность проявляют только государственные службы. Но в администрации напоминают – аптеки, не выполнившие это требование, будут оштрафованы. Хотя избежать наказания просто, заявка в сети, займет не больше часа. И она бесплатна. В Краснодаре депутат законодательного собрания края подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, избранный в 2012 году депутат устроил своим помощником собственную дочь. Три года подряд она уезжала в отпуск за границу. Отец же подтверждал, что в это время его помощник на месте и активно трудится. Подозреваемый, зная, что его дочь, помощник депутата, в данные периоды не находилась на своем рабочем месте, подписал табель учета рабочего времени, которые впоследствии были переданы в финансовый отдел законодательного собрания края. В результате, на основании предоставленных документов, родственница депутата незаконно была начислена и выплачена заработная плата в общей сумме свыше 68 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, причиненный бюджету ущерб будет взыскан. Для этого на имущество подозреваемого может быть наложен арест. Продолжаем. Судебные приставы сегодня постучались в квартиры должников, не оплачивающих коммунальные услуги. Совместный рейд приставы исполнители провели с сотрудниками спецавтохозяйства по уборке города Сочи. Эта сочинка задолжала САХу 12 тысяч рублей. Оплачивать долг сразу женщина отказывается. Судебные приставы вынуждены арестовать имущество. У неплательщицы 10 дней на то, чтобы оспорить решение в суде. Если абонент, скажем так, не имеет возможности заплатить всю сумму единоразово, если она для него является неподъемной, скажем так, тогда, в принципе, абонент может обратиться в САХ по уборке города. Мы заключим с ним соглашение о рассрочке, также возможно заключить мировое соглашение. И абонент может оплачивать сумму задолженности частями. В случае, если абонент ООСА по уборке города своевременно не оплатил сумму задолженности, в течение трех месяцев нами направляется досудебное требование в отношении вышеуказанного абонента. И предлагается добровольный срок оплатить сумму задолженности. Работу с абонентами, которые не оплачивают коммунальные услуги, судебные приставы проводят регулярно. С начала года только в Центральном районе обработано более двух тысяч исполнительных листов, по которым с неплательщиков взыскано более трех миллионов рублей. По более чем трехстам исполнительным производствам должники ограничены в праве выйдет за пределы Российской Федерации. И следует отметить, что служба судебных приставов данная мера применяется на регулярной основе и является более действенной. Федеральная служба судебных приставов настоятельно рекомендует гражданам своевременно оплачивать коммунальные платежи с целью избежания в дальнейшем применения мер принудительного исполнения. Дальнейшие шаги просты. Приставы арестуют имущество, оно пойдет с молотка. Эти деньги отправят на погашение задолженности. Важен и другой аспект – моральный. Вывоз мусора в Сочи дело затратное. На курорте нет свалок, работает система ноль отходов. Ею пользуются и неплательщики, так как ежедневно выносят мусор к контейнерам. Теперь должников поймают даже на трассе. Приставы проверяют водителей, не числятся ли за ними какие-либо долги. В Сочи увеличилось количество рейдов по незаконной торговле. Сегодня очередной прошел в самом его итоги в сюжете Ольги Десятовой. Улица Московская. Возле банка обычно кипит уличная торговля. Сегодня пусто. Почти. Остался только мусор, пустые ящики и коробки. Накануне рейды здесь провела полиция. Сегодня на проверку вышли специалисты управления административной инспекции мэрии. Первое нарушение – поднос черешни. Продавцы выставили на улицу рядом с павильоном, что запрещено законом. Инспектор составляет протокол об административном правонарушении. Хозяин магазина теперь заплатит штраф до 50 тысяч рублей. Сколько именно – решит комиссия. Для того, чтобы избежать штрафа, необходимо действовать с действующим законодательством. Обратиться в администрацию города для оформления документов, участвования в тендерах по размещению и стационарных торговых объектов. А это улица Северная. В районе гаражей целая вереница из палаток с овощами и фруктами. Пока инспекторы составляют протокол возле одного ларька с персиками и черешней, хозяева других спешно пакуют товар. Рядом на улице Рост торговцы тоже устроили на тротуаре целый рынок. Продают зелень, овощи и фрукты. Может быть, это и неудобно, но нарушать тоже нельзя. Понимаете, вот вы сидите на зеленой зоне, и это пагубно воздействует на эти зеленые насаждения. За собой убираете товар, сворачиваете, убираете сияющие, все-все-все. Выручку продавцам на этот раз придется потратить на уплату штрафа. Для физлиц от тысяч рублей до трех. При повторном нарушении в два раза больше. Мы приходим на хлеб заработать. Нам 8 тысяч пенсия. Сделайте место где-то недалеко от рыночка. Такие места в Сочи уже есть. Это ярмарки выходного дня, где торгуют товарами местных производителей. Реализовать огурцы и помидоры можно и на социальных рядах. Это торговые точки для местных огородников. Сегодня такие есть во всех районах города. В Центральном, например, на Мамайке и на Макаренко. Там можно торговать без ущерба своему карману. Законно и бесплатно. Ольга Десятва, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ. В Сочи ГАИ проводят операцию джиппинг. К проверкам автомобилей подключились Ространснадзор и городская администрация. На контроле техническое состояние машин, задействованных в пассажирских перевозках. Наличие необходимой документации, а также соблюдение правил дорожного движения. С водителями и пассажирами инспекторы проводят беседы о необходимости использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств. Сотрудники технического надзора тем временем проверяют законность изменений в конструкцию автомобиля. С начала лета в отношении водителей таких машин составлено более 380 административных материалов. Запрещена эксплуатация двух технически неисправных автомобилей. Они находятся на спецстоянке. Еще семь машин помещены на стоянку за то, что водители занимались нелегальным бизнесом, работали без документов, как такси. На владельцев трех автомобилей, в конструкцию которых внесены изменения без разрешения ГИБДД, полицейские составили административные протоколы. У пляжного фотографа в Сочи забрали животных. Нелегального предпринимателя полицейские обнаружили во время рейдов. 26-летний армавирец предлагал отдыхающим сделать фото с обезьяной, попугаями и четырехмесячным львенком. Никаких разрешающих такой бизнес документов у него при себе не оказалось. Не смог фотограф доказать легальность ввоза диких животных. В отношении предпринимателя правоохранители составили административные протоколы. Животных изъяли и передали в один из сочинских зоопарков. Сегодня в Сочи пальмам сделали уколы. Это новый метод борьбы с вредителями, пальмовым долгоносиком и пальмовым мотыльком. Как выглядит сам процесс и когда ученые определяют его эффективность? Узнаем из следующего сюжета. Оставляется трубочка, берется емкость с препаратом. На протяжении 10 минут примерно вот эта жидкость уходит полностью в ствол и начнет работать уже внутри ствола, действуя на гусениц, которые находятся внутри. Соответственно, убивая их. В отличие от опрыскивания основного метода борьбы с вредителями, инъекции безопасны для человека. Химический препарат тот же, что и для открытой обработки, но в этом случае он полностью впитывается в ствол, не попадая в окружающую среду. Однако, как рассчитывают ученые, раствор попадает в организм мотылька и долгоносика, которые питаются пальмой изнутри. Вредители выедают точку роста, отчего на пальме и не растут новые листья. Мы будем применять все возможные методы, чтобы сохранять пальмы. И мы как институт стараемся сопровождать этот процесс с научной точки зрения. Это наши первые опыты, которые мы закладываем. Не только муниципальные органы власти, но и жители должны понимать, этот метод эффективен или неэффективен. То есть, если мы видим, что метод эффективен, мы это поймем в течение ближайших пары месяцев, то, соответственно, мы будем его рекламировать достаточно широко для того, чтобы не только муниципальные службы, но и любые частные физические и юридические лица могли применять этот способ. Если эксперимент удастся, инъекции пальмам, а еще каштанам, платанам и эвкалиптам будут делать три раза в год, чтобы избежать новых нежелательных визитов насекомых. В связи с увеличением количества вредителей, глава города дал поручение о увеличении финансирования в четыре раза по отношению к прошлым годам. Прошлые методы на сегодняшний день действуют. Контракты действуют, подрядчики работают, они не останавливаются. Работы как были, так и есть. Но просто не стоим на месте. Стараемся развиваться, стараемся искать более эффективные методы для того, чтобы повысить процент защиты от вредителя. Пальмовый долгоносик и пальмовый мотылек на сегодняшний день нанесли существенный ущерб и Вашингтоне, и Фиником, и Китайской веерной пальме. Основные очаги замечены в Адлерском районе, также в Кудепсте и Хосте. В первую очередь инъекции будут делать наиболее ценным растением. Их определят с помощью фитосанитарного мониторинга. Галина Моисеева, Инга Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». До моря на «Ласточке». Скоростные поезда запустят между Армавиром и Сочи. Правда, это произойдет не в разгар курортного сезона, а в декабре. Сообщается, что вопрос уже обсудили представители администрации Краснодарского края, компании «СКЖД» и «Кубань-Экспресс-Пригород». Уже известно, на каких станциях по пути из Армавира в Адлер будет останавливаться «Ласточка». Это Курганная, Белореченская и Туапсе. Пробный рейс состоится 8 декабря. Подробная информация о расписании стоимости проезда будет опубликована позже. Жители Армавира неоднократно просили власти решить вопрос с запуском скоростных электропоездов, на которых без пересадок можно было бы добраться на курорт. В Сочи пройдет морской фестиваль. Именно в этом году исполнилось 85 лет с момента закладки первого камня морского порта Сочи. Своё 30-летие празднует и легендарное парусное учебное судно «Херсонес» – самый быстрый учебный парусник в мире. С 6 по 8 июля жители и гостей города приглашают на Северный мол и в круизную гавань. Гости смогут подняться на парусник, посетить морские мастер-классы и экскурсии по палубе, услышать увлекательные истории о морских походах и плаваниях. Предусмотрена и музыкальная программа. В честь праздника свои палубы для посетителей откроет и круизный лайнер «Князь Владимир». 6 июля с 11 до 18 часов вход на суда свободный, а вот с 7 и 8 числа платный 200 рублей и только на «Херсонес». Для прохода на фестиваль нужен документ, удостоверяющий личность для взрослых и свидетельство о рождении для детей. В Сочи ищут волонтеров на первый матч премьер-лиги. Городской центр развития волонтерства набирает волонтеров на первый домашний матч нового сезона футбольного клуба «Сочи». Игра с клубом «Зенит» состоится 21 июля в 21.30 на стадионе «Фишт». Требования возраста от 18 лет, опыт работы волонтерам на крупных мероприятиях приветствуется. Организаторы предоставляют питание и транспортную доставку. Заявку с указанием фамилии, имени и отчества, а также контактного номера телефона нужно отправить на электронную почту. Адрес на экране. На этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й, а также в социальных сетях в группах «Говорит Сочи». В Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютьюбе «Говорит Сочи». В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok